Легендарные авто и их истории развития. Скорость, эмоции на треке и бездорожье. Подписывайся на канал Так Заведено, чтобы первым увидеть обзоры на легендарные тачки. Ссылка в описании. День воскресный, день чудесный. И прямо сейчас первая зарисовочка. Друзья, всем привет! Как видите, это сейчас я дома и тут магия монтажа. Бац! Я выхожу из парадной в центре Питера. На переулке Краском. Да, друзья, сегодня у нас необычный будет выпуск. Есть завтрак у Тиффани, а сегодня у нас будет завтрак у Машкова. Но сидеть мы будем не просто за столом, а мы с вами переместимся в Питер. Я хочу с вами поделиться своими наблюдениями. Кто подписан на телеграм-канал, знает, что я и моя семья впервые оказались в этом замечательном городе. Летали мы туда на 4 дня с целью посмотреть, познакомиться с городом. Я снимал на телефон и сегодня вам буду показывать некоторые зарисовочки. Рассказываю свои общие впечатления. Плюс расскажу по ценам, сколько нынче стоит слетать в Питер на 4 дня. Ну и, собственно, мы с вами отзавтракаем в душевной атмосфере. А всё почему? Обратите внимание, что за моей спиной стоит шикарный букет, который я подарил для жены. Ну и ещё есть один для дочери. 8 августа у нас была годовщина 5 лет, как мы поженились. Деревянная свадьба. А встречаемся мы с ней уже более 11 лет. Жена, кто забыл, это на начальных этапах был оператор на нашем канале. Выпуск вы наблюдаете в день воскресный, день чудесный. А мы в пятницу всей семьёй на 8 дней отправились в Турцию. Покупать ребёнка в море. Кое-что хочу там подснять. Жене посмотреть зубы. Кто подписан опять же на Телеграм, знает, что мы там сделали зубы. Скажем так, доделали. Расскажу обо всём этом в цифрах, всё как положено. Значит, на столе у меня сегодня сосисочки. Были яйца, но пришла моя любимая дочь и съела именно белки. Остались желтки. Печенька, кофе. Всё по-домашнему. Начинаем. Я себе сделал пометки специально для того, чтобы идти по существу и рассказывать вам. Цель поездки, самолёт, отель. Зачем вообще поехали в Санкт-Петербург? 33 года мне, 32 года жене. Понимаем одно, что по сути ни разу мы не были в Санкт-Петербурге. Я был когда-то там в возрасте 13 лет. По факту помню плюс-минус. Но ничего это мне не дало. Хочется развиваться, хочется смотреть свою страну в том числе. Читая ваши комментарии, вижу все вот эти советы и серии. Вот в Камбоджу съездил, во Вьетнам съездил, на Бали был, а у себя по стране в крупных городах нигде не был. На основании этого думаю, ну куда? Давай начнём в первую очередь с Питера. Так как все вокруг из друзей, знакомых, товарищей, кого не спросишь, либо уезжают, либо приехали и были там по несколько раз. Мы решили, ну всё, время пришло, надо покупать. Билеты. Начинается первое. Сапсан. Всё распродано. Люди покупают билеты там за месяц, за два вперёд. Самолёты, слава богу, регулярка есть. Покупаем на троих. Нас три человека. По цене 31 тысяча рублей. То есть получается 10-500 человек. Туда-обратно. Пожалуйста, будь добр. Далее. Отель. Выбираем отель. Четыре звезды. Специально поближе к центральной части города. Мы выбрали отель, расположенный на Невском проспекте. Выходишь, и вот тебе сразу уже плюс-минус там движуха, историческая часть начинается. Отель обошёлся нам за три ночи-четыре дня. Мы были пятница, суббота, воскресенье. И в понедельник мы улетели домой. 34 тысячи 500 рублей. Вот эту тему, когда мы вышли из дома, мы едем в аэропорт, мы приехали в аэропорт, мы сели в самолёт, мы летим. Я такое не люблю. Поэтому мы уже в отеле, заселились. Я вам показываю первый номер, который нам предложили. 34 тысячи рублей за три ночи. За троих. Без завтраков. Как он выглядит? Прихожая, в принципе, большая. Санузел. Большой. А сам номер, конечно, с изъяном небольшим. Потому что мы приехали с ребёнком, нам спрашивают, вам как, кровать отдельно ли? Одну большую мы говорим, нам одну большую. Раскладушка. Такие, знаете, детали, ну вот что прикольно. Вот, смотрите, ребята, что прикольно. Вот такой у меня вид. То есть, так сказать, погрузиться в атмосферу Питера. Я уже хотел вылезти на крышу, но всё продумано. Детский замок не даёт мне это сделать. Короче, в этом отеле есть номера. С видом красивая за три ночи 100 тысяч рублей. С терраской 100 тысяч рублей. Ну, в силу того, что я с женой, как вы думаете, что сейчас происходит? Она ушла на первый этаж. И здесь снится господам, что мы хотели видеть на город. Поэтому, судя по всему, нас будет переселять. А я уже помылся, чистенький, готов идти гулять. Картина да более проста. Отель мы выбирали не по рекомендациям. Искали сами. Ну вот, посмотрите, как вам фотографии. Вот так же мне присылает. А джина говорит, во, смотри. Я такой, ого, ну, цивильно, солидно. Есть крутые номера, но всё, что вы видите, это стоит немножко других денег. Подчёркиваю, я ни в коем случае не жалуюсь, а лишь констатирую факт. Нам предложили доплатить. Мы доплатили полторы тысячи рублей и получили номер вот с таким видом. Всё, что нас в нём подкупило, это его территориальное расположение. Внутри вроде бы чистенько, но чего-то прям, чем можно было бы удивиться, сказать, о, здорово, нет. Понятное дело, что и цена соответствующая, кому надо больше изысков, пожалуйста, есть дороже. Есть отели дешевле, подальше. Но я всегда руководствуюсь тем, что лучше я выберу отель чуть дороже, но к центральной части города, чтобы выйти, меньше тратить времени на передвижение до основных точек достопримечательностей. Хотя сам по себе Санкт-Петербург, как я понял, он большой, такой раскинутый. Соответственно, туда по-хорошему можно ехать на неделю. И каждый день ты с утра до вечера будешь ходить и будет что посмотреть. Ну, собственно, оно и понятно. Аэропорт. Интересное наблюдение из аэропорта. Все это эти кафешечки, подчеркиваю, не международная зона, внутренняя. Вот вам зарисовка. Захожу, сажусь, думаю, сейчас отзавтракаем, выпьем чашечку кофе, сидим по вот такому замечательному сэндвичу. Обратите внимание, как он выглядит на картинке и что он из себя представляет вживую. Так сказать, ожидание и реальность. Садимся в самолет. Как только мы начинаем отрываться от земли, я нажимаю на таймер, время в полете, взлетел, приземлился, 63 минуты, все, ты в Санкт-Петербурге. Но опять же, добраться до аэропорта, пока ты в аэропорту, выйти из аэропорта, доехать до отеля, это плюс-минус 4-5 часов. Тут уже у всех все будет, наверное, индивидуально. И вот первые впечатления, которые встречают, когда мы приземляемся, садимся в машину, едем в отель, вот ты выезжаешь и, по сути, все то же самое, как вас встретит и Москва, если вы прилетаете в тот же самый Домодедово. Едете, дорога, вроде бы ничего такого, а потом начинаются эти вот одноликие, но разноцветные новостройки, многоэтажки, высотные, ничего особенного по архитектуре в них нет абсолютно, но новые. Гаражи, какая-то необычная реклама, прицеп запаркован, вроде как стоит, убрать ее нельзя, но откровенно, видно, сделали конструкцию специально, как наружную рекламу, для того, чтобы трафик ловить на себя. Ну и в дальнейшем трафик, пробки, дороги, то есть, знаете, ощущение, что ты приехал в такой большой город, Санкт-Петербург, северная столица его называют, абсолютно не было, потому что этот въезд немного невзрачный. Но когда мы уже доезжаем до центральной части, собственно, где был наш отель и выходим в город, вот здесь начинается та самая архитектура, город начинает раскрываться и уже становится интереснее. Собственно, в силу того, что полет короткий, мы прилетели, заселились, быстренько сполоснулись, переоделись, выходим, спрашиваем, ну что, куда нам пойти? И первый ресторан, который нам посоветовали, мы прям хотели вот именно пойти в ресторан, потому что мы приехали отдохнуть, всей семьей сесть, покушать вкусно. Советуют ресторан, если не ошибаюсь, название у него Кристалл. Мы подходим к нему, отдельно стоящее здание, изначально так по ощущениям, я думаю, ну какой-то, знаете, такой вот, типа ресторан нулевых. Но когда мы зашли внутрь, когда нам принесли меню, когда мы все заказали, вот здесь мы поняли, что это прям реально 5 баллов. Вообще, Питер отмечают как город для гастротуризма, говорят, в Питере пить, до этого мы еще дойдем. Но с точки зрения кухни, я был дико и приятно удивлен, потому что все, что мы заказывали, везде было вкусно, мы нарвались. Но невкусно только в одном месте, я вам об этом тоже чуть позже расскажу. Блюдо, посмотрите, шикарное, ценник тоже не дешевый, ну относительно, опять же, смотря как есть, потому что я набирал там на всю семью, напитки, дочери, жене. К концу выпуска я вам расскажу, сколько мы потратили вообще за все это время, то есть средняя цифра, которую мы тратили в день, и сколько плюс-минус, по моим наблюдениям, можно было бы тратить, если и лететь, скажем так, с более экономным вариантом. Далее мы выходим, отправляемся в сторону Исаакиевского собора. И вот здесь мы выходим на Невский, подходим ближе. И здесь я начинаю удивляться от этого обилия людей. Вы посмотрите по кадрам, вот я приехал из Москвы к тому, что крупный город. Я часто бываю в центральной части города, в разных местах, где действительно большой трафик. Но такого количества людей я просто не ожидал увидеть. Поток ну просто огромный, и при этом тротуарчики-то не такие уж и узкие. Места достаточно. Здесь нам говорят, смотрите, это центральная часть, люди ходят, передвигаются, и это нам отвечают еще мало. Потому что раньше было в два, то и в три раза больше, когда был огромный поток китайцев, когда был еще огромный поток европейцев, и сейчас приезжают, но в меньшем количестве. И мол, типа, это еще так, жиденько, можно сказать. Параллельно заходишь во дворик, и ты также пройдешь это же направление, атмосферка будет чуть-чуть другой. Я, естественно, выполнял данные мне рекомендации. Мы сворачиваем во двор, и вот эта атмосфера, ее тяжело передать через камеру, но я старался, снимал все по-живому. Вот посмотрите, даже как устроен предпринимательский быт. Все завешено рекламой. Возле помещения накидано огромное количество окурков. Стоят выпитые банки с пивом и водочкой. Дворы, когда можно зайти вовнутрь уже в квартиры, они все закрыты везде. Я думаю, это сделано специально для того, чтобы пройдохи, не, извиняюсь за выражение, не засывали дворы, потому что пятен и так далее очень много. Более того, есть шикарнейшая возможность зайти на рынок. И когда оказываешься там, думаешь, ничего себе. Такое ощущение, как будто действительно мы сделали шаг назад в прошлое. Ну, посмотрите. Вот мне еще очень нравится, когда здания, вместо того, чтобы их реконструировать, их просто затягивают так вот баннером, как будто бы все уже построено, все есть. Еще рыночек. Это в разных местах были кадры собраны, но со смыслом примерно таким, что чуть отходишь от центральной дороги, и вот что нас встречают. Джинсы, кофточка. Кофточка 350 рублей, джинсы 500. В верхнем углу висит неприметная, но броская бумажечка. Кредит, одобрение стопроцентное. Звоните прямо сейчас, денег вам дадут. И вот она, движуха. То есть, общими словами, хочу сказать так. Нет ощущения, что ты находишься в Санкт-Петербурге. Такое ощущение, как будто мы приехали куда-то в более мелкий провинциальный городок. Представьте, вы генеральный директор. Вы несете ответственность за всю компанию и ее сотрудников, и у вас нет права на ошибку. Вам приходится контролировать руководителей, но на контроль сотрудников у вас уже не остается времени. А многим и представлять не приходится. Бизнес-телефония ЮЭС создала уникальный сервис для руководителей и владельцев бизнеса. Онлайн-мониторинг, в котором вы получите конкретные инструменты для управления и контроля сотрудников, которые помогут повысить вашу прибыль. От отслеживания источников рекламы до записи разговоров. ЮЭС разработала комплексный метод подхода к коммуникациям по запросу предпринимателей на основе 20 лет работы в этой сфере. Вы получите более сотни доступных метрик. Настройка виджетов, которые помогут настроить рабочие процессы. А благодаря мощнейшей технической поддержке платформа получила звание народного лидера в сегменте по рейтингу Яндекс. А подключение и настройка занимает не более трех часов. Полученные возможности помогут вывести ваш бизнес на новый уровень. Получите личную консультацию со специалистом ЮЭС, где он ответит на все ваши вопросы. По ссылочке в описании или по QR-коду, который прямо сейчас вы видите на экране. И по ним же вы можете получить бонус в виде тысячи рублей на счет для того, чтобы потестировать платформу. ЮЭС ждет вас в описании. В силу того, что я впервые подчеркиваю, все, что я рассказываю, это исключительно мой личный опыт. Возможно, я не там ходил, не там ел, не так покупал. Это вы напишите в комментариях. Кстати, давайте сделаем так, чтобы этот выпуск был максимально полезный для всех тех, кто смотрит. Все те, кто был в Санкт-Петербурге, пишите кратко места, которые вы могли бы порекомендовать людям с точки зрения поесть и кратенько по ценам, хотя бы последний раз, которые вы платили. Может быть, вы запомнили какие-то вкусные блюда, которые вы хотели бы посоветовать. Ну и места, куда вы ходили, там, например, топ-3, что вам прям очень сильно понравилось, посоветуйте людям читать комментарии, получать полезную информацию. В дальнейшем по нашим с вами комментариям и видеоролику отправиться и провести неплохо время в Санкт-Петербурге. И вот эти бесконечные писульки на стенах. В одном из предыдущих выпусков воскресного дня я отмечал, что вот эти граффити, которые молодежь расписывает, думая, что вау, как круто. Ну вот вам, Санкт-Петербург. Домам некоторым по сто и более лет, и на них вот эта писулька. И когда ты на это все смотришь в совокупности, город становится какой-то более нищий, более криминальный, более неблагоприятный с точки зрения визуального взгляда. Я это отмечаю еще с точки зрения того, что туда едет огромное количество туристов с разных стран. Также вот эти бесконечные бутылки повсюду валяются. Странно, что люди не убирают за собой. Казалось бы, едут люди не с пустым карманом отдыхать, наслаждаться там уикендом, отпуском. Все везде набросано. Не к столу будет сказано вот эти бесконечно засатые дворы. Ты идешь, ну вонь просто, мама дорогая. А все почему? А нету нигде общественных туалетов в достаточном количестве. Центральная часть города, прекрасно знаете, что у вас там огромное количество туристов. В некоторые кафе, кофейни заходишь, там прям табличка на входе висит, туалета нет, туалет не работает, туалет только для посетителей. Специально открещутся от всех вот этих вот, скажем так, проходимцев. Когда мы пришли к набережной, вот там меня вообще удивило. Там народа еще больше, основной поток именно как раз и туристов, и местных. И вот у нас стоит туалет. Вот это я думаю, ну блин, ну почему так вот не делают? Напишите ваше мнение в комментариях. В Москве, к слову, уже поставили современные туалеты, кабинки. Ты заходишь чистенько, аккуратненько. А здесь, я просто представляю, турист какой-нибудь из Китая еще откуда-то прилетает. Все классно, антураж, история. Шикарно, вот как город нам очень сильно понравился, вот именно с точки зрения своей исторической части. Но вот такие нюансы, когда ты заходишь в туалет платный, подчеркиваю туалет, и тут тебя вот это вот все дело встречает. Ну, я, честно говоря, был в таком неприятном удивлении. Думаю, ну что, неужели? Неужели нет возможности вложиться, сделать хорошие туалеты, чтобы их было побольше ровно там, где они действительно нужны? И в городе будет чище и приятно не пахнет. В силу того, что мы хотели отдохнуть, прекрасно провести время, в том числе вкусно покушать, там мы еще встречались с нашими друзьями. У меня есть дочь, у нее есть подруга, и мы вот дружим родителями. Они в Питере уже раз, наверное, десятый. И вот они, скажем так, уже на опыте брали нас с собой в несколько ресторанов заранее, а заранее это за неделю, бронировали столики, чтобы мы могли вечером в субботу и пятницу прийти посидеть. Так как, друзья, когда вы будете отправляться в Санкт-Петербург или, я не знаю, может быть, в любой другой крупный город, все самые популярные места, которые постоянно рекомендуются, запись туда на неделю вперед. Ну, как минимум, пятница, суббота или там вечер. Возможно, утром в обед вы еще зайдете спокойно, но вот везде мы приходили, реально стоит очередь по спискам, только всех пускают. Ну, вот заходя и наслаждаясь кухней, я действительно прям получал удовольствие. Сам по себе подход с точки зрения люди, кухня, вкус, прям вот оценка наивысшая, 5 баллов. Хотя, в одном месте, также на Невском проспекте, возвращаясь домой, можно сказать, такая относительно центральная часть города, хорошая часть города. Но, смотрю, стоит ресторанчик итальянский, не помню, как он называется, Рим, короче, пиццерия, римская пиццерия, людей много, я думаю, но уже показатель. То есть, вроде как, место не совсем туристическое, думаю, значит, много ходят местных, а значит, по-любому должно быть вкусно. Подходим, берем меню. Короче, зашли на ужин, просто случайно. Пицца, кальмар, травиоли с креветками, салат, какое-то еще блюдо. Цены очень низкие, там, 300-400 рублей 500 за блюдо. Есть, ребята, я бы сказал, не так, невозможно. Все, хрен, ребенок даже выплевывает, перемене просто есть, ничего не стал. Реально. Вот, пожалуйста, низкая цена. И просто невкусно. Продукты, ну, прям сразу видно, прям максимально низкого качества. То есть, огурцы, помидоры, все такое уже подуставшее мясо, сжевать невозможно. И, главное, народу полно пицца. Знаете, обычно итальянскую пиццу, ты заходишь в кафе, пиццерию, есть много людей, должно быть вкусно, она прям должна таять во рту. Это просто кусок резины. Это, наверное, единственное такое, знаете, негативное воспоминание о походе куда-либо в ресторан или кафе. Потому что все остальные места, куда мы заходили уже без рекомендаций, мы ни разу ни не нарывались. Кстати, кстати, по своим сюжетам я прекрасно помню, что именно здесь у ребят тогда украли айфон, который впоследствии взломали. В силу того, что вместо притяжения для туристов, когда вы сюда приезжаете, особенно в вечернее время, вот эти вот сумочки посильнее на пояс затягиваете и по сторонам особо не смотрим, рот не открываем. Должен быть здесь полный контроль, чтобы не быть облапошенным. Живая картина, как попасть по домофону. Ну, тут особого опыта не надо, все самые чистые. Зажимаем и заходим вот в такую парадную. Зацените, какая вам атмосферка. Блин, ну вот я такое люблю. Соответственно, все те, кто в Питер погуляет, и кто любит старину, историю в целом, ну кайфанете. Как раз это от чего-то другого. Наверное, может быть, при входе на улицу. Вот парадная. Вот я понимаю, да, парадная широкая. Нету, правда, лифта в доме. Нифига себе. Вот квартира начинает. То есть, понимаешь, ты поднимаешься, у тебя получается раз квартир, две квартир на этаже. Ну вот, какая-нибудь коммуналочка самая такая. 54, вообще, блин, прикольно. А это уже тут посвежее. Короче, из наблюдений по-живому. Ну, в первую очередь, ветер. И говорят, так всегда. Можем ошибаться, поправите. Ну, прям действительно, на некоторых участках, видишь, ветрище бешеное. А вот сейчас мы находимся в центре. Ну, посмотрите. Слева, справа очень много заведений. Едальня, гуляльня, выпивальня. И, собственно, сегодня пятница. Видно, что многие готовятся. Будет весело. Невысотное строение. Исторически такие старенькие дома есть. Ну, мне такие нравятся. То есть, вот он кайф. Там, вон, девчонка сидит на балкончике. Где она? Где она? Ну, короче, смысл вы понимаете. Потому что атмосферу я вам постараюсь через кадр передать. Вот у меня хорошая кухня в Питере пить. Очень часто отмечаю, да, что в Питер отправляются люди попить пивка, коктейльчики, просто повеселиться. И действительно, в сравнении с Москвой даже, есть огромные улицы, много различных баров. Где прямо вот именно атмосфера, я бы сказал, даже не то, чтобы, знаете, по-взрослому, говорить, напиться. А вот именно посидеть, покайфовать от того, что много людей, приятная музыка, движуха идет. А, что не меня говорят? А запах-то какой? Ну-ка, глянь, как пена стоит. Я об этом говорю с точки зрения того, что глядя на архитектуру, глядя на вот этот уровень сервиса, который оставил лично для меня высокие впечатления. Раньше бывало, люди хотели в Мюнхен поехать пивка попить. И сейчас можно, визу получают, как показывает практика, все летают. Но вот мне, например, с точки зрения отдыха, вот этот уикенд просто достал массу приятных впечатлений. Когда ты передвигаешь, сначала у тебя какие-то достопримечательности, ты посмотрел, изучил. Потом ты отправляешься на вкусный обед, дальше идешь. Это прямо было здорово. И я специально разгреб все свои дела так, что 4 дня я вообще ничего не делал. То есть я полностью проводил время с семьей. Общался, смотрел. И хочу сказать вам следующее, что именно... Сейчас, секундочку. Эта поездка у нас была больше как разведывательная, познакомиться с городом. И сейчас есть дикое желание слетать туда еще раз осенью. Но для того, чтобы снять уже не подобного рода видеоролик, а именно снять что-то про жизнь. Вот в исторической части города. Потому что, как вы уже поняли, вот такая архитектурка, такие зарисовочки мне нравятся. Ну, понимаете, я захожу в открытый двор. Вот здесь у меня встречают такой... Ну, как его правильно назвать? Колодец, площадка, где стоят автомобили. Детских площадок ничего нет. И вот, видно, пристроили некоторое время назад лифт. Ну, архитектура старая. Но вот хочется зайти в гости, пообщаться с людьми. Откуда квартиры, как живут. Точно так же съездить в новые районы. Потому что активная застройка идет. И в Питере тоже очень много и недовольных, и довольных людей. И собрать хороший, интересный материальчик. И я это все обязательно сделаю. В новостройках показать плюсы и минусы. Потому что люди зачастую пишут, что приезжая в Питер, мы тоже хотим принять участие. Давай. Поэтому, друзья, все те, кто с Санкт-Петербурга живут вот в таких старых исторических домах красивых, как для меня красивых, для кого-то это уже некрасиво, в новостройках, и вы хотите принять участие в том формате, как он выходит по воскресеньям, пишите, пожалуйста, почта моя на экране, и так же в описании все ваши предложения сразу развернуты. Плюсы и минусы, о чем хотите рассказать, что хотите подсветить, адрес, чтобы я мог посмотреть, подготовиться. Три-четыре точки соберем, может быть больше, пять. И обязательно сделаем полноценные выпуски из Санкт-Петербурга уже этой осенью. Ну, я понял одно, что в следующий раз, когда я поеду, я сделаю себе полноценный день, а то и два, для того, чтобы уже детально познакомиться с городом и всей его исторической частью вместе с экскурсоводом. Вообще, в целом, вам рекомендую, если вы поедете, компанией, даже не думайте, по-любому берите себе экскурсовода, который вас с городом познакомил полноценно. Так как мы идем, я вижу здание Зингера. Я понимаю, что здание историческое, я уже так плюс-минус знаю его историю, но все равно я останавливаюсь, достаю телефон, начинаю про него читать, нахожу очень интересные факты. Так, например, дом вырос в 1904 году и построен он был американской компанией по производству швейных машинок Зингер. Городская управа, как говорят, и консервативные горожане были вовсе не в восторге от модной новинки. А вообще, изначально компания Зингер выкупила участок земли на Невском проспекте за 1 миллион рублей, намереваясь построить здесь 11-этажный небоскреб. И знаете, что спасло город от такой новинки здесь? А это царский запрет на возведение в Петербурге зданий выше Зимнего дворца. 23,5 метра на секундочку. И вот это только маленькая зарисовочка, о которой хотелось бы рассказать гораздо больше. Картина получается такая, что я хожу по городу, и вот это вот стою. То есть тратишь все равно время на телефон. А я не хотел этого делать. Я бы хотел для того, чтобы ты стоишь, и тебе говорят, вот обрати внимание на тот вензилек, вот обрати внимание на то, что здание такой этажности, а должно было быть другое. Короче, просказывал тебе больше деталей, и ты об этом уже знакомился с человеком, который в этом хорошо разбирается. И это очень круто, потому что потратив деньги, да, вы тратите в первую очередь на изучение истории нашей страны. В целом, покупаете себе мозги, вот, чужие. Прошелся, послушал, уже тебе все рассказали. Новостройки, как таковые, гуляя по Питеру, я их не встретил, потому что я помню прекрасно, что они находятся чуть дальше от исторической части города. Как бы не было такого, как при этом бывает в Москве, идешь по центральной части, там, внутри Садового кольца, но все равно то какой-то бизнес-класс вырастает, то просто какой-то новострой растет, апартаменты еще что-то строятся, строятся, строятся. Там я такого, в принципе, особо не замечал. Да и в целом, как бы не в обиду жителям Санкт-Петербурга, ощущение есть такое, что город заметно проще, чем Москва. То есть в Москве она как-то более такая помпезная, более богатая, как минимум центральная часть. Здесь же, в Питере, чуть другая атмосфера, но я ее почувствовал больше как творческую. Вот почему-то там, я прекрасно помню, почему там снимались многие культовые фильмы, хотя они, собственно, снимались также и в Москве. Почему туда уезжают многие люди, которые пропитываются атмосферой города, они говорят, все, я прям Питер полюбил, хочу там жить, несмотря на его погоду, потому что, как мы поняли, одно, погода там постоянно меняется, планируют что-либо невозможно. Вот этот ветер на открытых участках дует, дует, дует. Я даже у людей спрашивал, вообще бывает такое, что ты идешь по городу? И нету ветра. Мне говорят, да, конечно, но за 4 дня, что мы там были, жара, солнце, но ветер был постоянно. То есть только, когда ты во дворы куда-то заходишь, где здания стоят, перекрывают, тогда, да, ты можешь спокойно пройтись, но в основном постоянно это просто в голову тебе. Обратите внимание, на каждом этаже по 2 квартиры, собственно, плюс для соседства. А вот что мне понравилось, смотрите, как висит у них картина Парижа. Ну, это да, это не подъезд, друзья, это парадная. Другого не скажешь. Конечно, я бы еще намыть, начистить, и вообще красота была бы. Но в любом случае, даже в таком виде, я бы сказал, что очень даже приятно здесь находиться. Вот хорошая заметочка пришла в голову, что город сам по себе вот для взрослых экскурсий. Все, что здесь представлено, вся его атмосфера, архитектура, музеи, достопримечательности, это все для более взрослых людей. Я не думаю, что в 18, 19, 20 лет молодежи сегодня будет вообще в целом интереснее ехать в Питер погулять. Но с другой стороны, наверняка есть места, куда и можно будет сказать, что музеев здесь действительно огромное количество, есть прям даже современные. Поэтому надо, как говорится, изучать, и уже ехать целенаправленно. Касательно цен. Вот смотрите, 31 500 ушли билеты, 34 500 отель, такси в аэропорт, такси обратно. Тут уже каждый считает, сам кто-то поедет на электричке, кто-то поедет на автобусе, на экономе, на бизнесе. Тут уже, смотрите, сами под себя. Мы в Питере тратили, каждый день я высчитал среднюю, 35 000 рублей. Вот такая цифра. Но, подчеркиваю, в 35 000 рублей, это с учетом того, что завтрак, обед, ужин, перекусы, кофе, что-то купить ребенку, куда-то зайти, заплатить за вход, катались на лошадках и так далее, передвигались по городу на такси. Скажу честно, гуляли, как для нас, на широкую ногу, то есть ни в чем себе не отказывали. Ну и задача была изначально такая, поехать и получить от него удовольствие. Поэтому, в общем, за вот эти 4 полноценных дня выход из дома, сели в такси, 200 000 рублей, друзья, за 4 дня под ключ. И всем тем сразу, кто напишет, что это очень дорого, я это прекрасно понимаю, но я вам скажу больше. Есть отели, где ты за 4 дня только за проживание отдашь 200 000. Есть отели по 70 000, по 90 000. Есть и дешевле. А можно вообще купить возле города и кататься в город, там, не знаю, на электричке сэкономить, всегда найдется на чем. Вы можете смотреть цены сами, потому что в Санкт-Петербурге были прикольные столовые, куда стоит огромная очередь и студентов, и людей постарше. Цены, вот я даже успел там пофотографировать, больше, если не ошибаюсь, 59 рублей, и очередь, и движуха там в целом прям прет идет. То есть найти под свой кошелек и провести время в удовольствие, поесть, попить, погулять, это без проблем. Тысяча рублей у тебя в день, ты на тысячу рублей, там, на двоих без проблем в день поешь. Просто, так сказать, надо знать места, выбирать не в любое, там, попавшееся кафе или ресторан ты будешь заходить, а уже идти по конкретному маршруту. Поэтому здесь, с точки зрения питания, уже смотрите сами, но вот так, чтобы ни в чем не отказывать, вот мы потратили столько. Здесь хочу еще подвести черту, такую, ожидание реальности. Когда я туда летел, в принципе, все соответствовало тому, что я видел из фильмов, из историй, что рассказывают люди, кто съездил в Питер, мне понравилось. Я задавался вопросом, хотел бы я туда вообще в целом переехать жить. Скорее, нет, чем да, потому что, ну, как минимум за 3-4 дня у меня прям не появилось такого, что вау, какой классный город, я в него влюбился. Он мне сильно понравился. Хотел бы я туда еще раз приехать, вот, в сентябре уже даже планирую поехать обязательно. Но вот полноценно там пожить, наверное, нужно там месяц-два провести, и тогда уже сложится вся картина, потому что, ну, за эти 4 дня мы прошли 50 километров. Засекались, сами знаете, прекрасные телефоны сегодня следят абсолютно за всем. И вот на основании этой поездки мы рассуждали, думали, куда бы еще слетать по нашей стране. Но в первую очередь, очень сильно тянет Алтай и Карелия. Далее, тянет обязательно Екатеринбург, прям не знаю почему, но я прям хочу слетать в Екатеринбург. Тянет в Казань. И очень сильно, конечно, хотелось бы оказаться на Дальнем Востоке. Частенько туда зовут, приглашают, но когда я понимаю, что лететь туда почти 9 часов, тяжеловато, ну, опять же, и по 12, и по 16 часов летал, и ничего не пикал, без проблем. Вот можно было бы, конечно, слетать туда. На поезде посмотрел, думаю, ну, поеду на поезде, всю страну посмотрю. Практически 7 дней в один конец. Вдумайтесь, садишься в Москве, 7 дней ты едешь в поезде, ты приезжаешь на Дальний Восток. Ну, это пипец. Интересно, те, кто люди едут, вообще туда-обратно на поезде, представляешь, съездить. Вот это прям действительно целое путешествие, но это нужно с собой все брать, чтобы ты в этом путешествии больше не в окно смотрел, а сидел, так же работал. Ведь работа не волк, в лес не убежит. Друзья, вот такой получился выпуск с моими наблюдениями из Санкт-Петербурга. Я надеюсь, он больше получился как душевный, увидели для себя что-то интересненькое. Вот видите, как бывает? Пока с вами болтал, кофе остыл, но я его почти выпил, а все остальное, все холодное. Ну, ничего страшного, съедим и такое. Значит, смотрите, обязательно подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали, ведь дальше будет больше интересных сюжетов в Телеграм-канала. Выкладываю анонсы, показываю, рассказываю, что планируем снимать. Ну, и в дальнейшем точно так же буду держать вас в курсе. У меня на этом все. Не добавить, не убавить. Ставьте лайк, пишите ваше мнение в комментариях, давайте ваши советы по Санкт-Петербургу, куда людям сходить, где покушать, что посмотреть, что понравилось именно вам. Дальше будет больше интересных роликов. До новых встреч, всем пока, пока.